Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». У нас в гостях главный врач ОКБ Дмитрий Хубезов. Здравствуйте! Здравствуйте! Недавно вы принимали участие в Российско-Американском деловом совете, были единственным представителем Рязанской области. Были ли у вас какие-то цели, может быть, напутствия вам дали из Рязанской области? Что нужно было там сделать? Как представить Рязань? Ну, конечно, были напутствия, поскольку вся идея принадлежит нашему руководству, в частности, губернатору Николаю Викторовичу. Напутствия были одни. Как можно больше связей наладить с целью развития, прежде всего, медицины, образования нашего региона. Но и попутно, по возможности, уже прощупать, скажем, пути сотрудничества по другим сферам экономической жизни, например, в том числе и сельское хозяйство, туризм, прежде всего, ну и другие области образования, индустриализация и так далее. Но форум был не единственной точкой вашего маршрута. Вы также посетили несколько городов, несколько клиник. Вот какой опыт удалось там увидеть? Насколько интересным он оказался? Да, действительно, деловой совет это первой частью было поездки. Два дня заняло. Он представляет действительно такой форум очень высокого уровня. Все крупные бизнесмены, депутаты Госдумы, к сожалению, федеральных министров в этот раз не было. А так вообще регулярно. В этот раз были первые заместители федеральных министров, в частности, финансов. И, собственно, советы существуют для того, чтобы интересы отечественного бизнеса и американского бизнеса как раз облегчать пути взаимодействия. Что касается другой части поездки, это посещение клиник, здесь сразу хочу отметить то, что впервые на таком уровне был организован этот визит. Поскольку клиники в Бостоне я посетил два штата, это Массачусетс и штат Юта. Бостон – это столица Массачусетса. Здесь посещение клиник организовывало наше торгпредство, торговое представительство России в Соединенных Штатах. В общем, тоже для них это первый опыт. Раньше они, скажем, более такими глобальными проектами занимались. А непосредственно уже визит в Юту, здесь уже посольство наше помогало. И удалось, посчастливилось поговорить и лично с послом Антоновым, послом нашим в Соединенные Штаты. Он очень позитивно высказался и о нашем визите, и сказал, отметил, что если все получится, то, что вы задумываете, будет действительно очень хорошо. И для нашей области, и в целом для налаживания межгосударственных связей, партнерских связей. Чем вас удивил Бостон? Бостон – это реально сейчас получается интеллектуальная столица Соединенных Штатов, это медицинская столица Соединенных Штатов, огромное количество ведущих госпиталей, плюс там Гарвардский университет, плюс MIT. Это технический вуз, технологический у них. Ну, по аналогии, как наша Бауманка, но только по уровню, конечно, он считается номер один в мире. И средний возраст там менее 30 лет, из-за того, что там четвертая или третья часть – это студенты. Студенты там одних медицинских вузов, включая Гарвард, а Гарвард все-таки считается одним из самых престижных, если не самый престижный, то уж один из самых престижных медицинских вузов точно в мире. И там, помимо этого, еще два медицинских вуза. А какие клиники там удалось посетить вообще? Есть ли что-то интересное, что можно было бы внедрить, попробовать в Рязани? Да, клиники разноплановые, и клиники, специализирующиеся на emergency, это экстренные хирургии, ну, по типу нашей БСМП, больницы скорой помощи, где основной костяк пациентов составляют экстренные пациенты. И плановые клиники, включая узконаправленные, в частности, удалось посетить и центр трансплантации печени, один из лучших в мире, уж в Соединенных Штатах точно, познакомился с доктором Дженкинсом, который, если не единственный, то самый лучший, можно так сказать, ученик, человек, который первую в мире пересадку печени сделал успешную. В том числе и менее глубоко удалось посетить и детский госпиталь, и также госпиталь, скажем так, для менее обеспеченных граждан, собственно, тоже он специализирующийся на большей экстренной помощи. А чем они отличаются от Рязанской тоже БСМП? Во-первых, конечно, американские госпиталя, это по оснащению, скажем, по оборудованию, это лучший госпиталя мира, это однозначно. И даже если брать вот этот, скажем, госпиталь для менее обеспеченных, ну, его нельзя сказать просто, менее обеспеченный или более, в общем, там более старое здание, потому что все клиники, которые новые удалось посетить, их, в общем-то, на первый взгляд, и не сразу поймешь, что это клиника, это современное офисное здание, там мало что напоминает вообще, что это клиника, вот, то вот это более старая постройка, менее может быть, там, такое дорогостоящее оборудование, но тем не менее оснащены, конечно, они на самом высоком уровне. Средний уровень персонала, начиная с медсестер, заканчивая врачей, все-таки достаточно высокий, тоже, наверное, один из самых высоких в мире, поскольку у них, вся система образования у них построена немножко по-другому, примерно в полтора-два раза дольше они учатся, чтобы стать врачом и иметь возможность работать уже самостоятельно. То есть, получается, сколько лет они обучаются? Первичное, 4 года идет обучение, общеплановое, дальше уже medical school, еще 4 года. У нас 6 лет, у них 8 лет, это, скажем, первичное обучение. Дальше у них internship идет, по типу нашей интернатуры 2 года. И дальше уже fellowship, это можно сравнить с нашей ординатурой. Здесь уже в зависимости от специальности она может длиться 3 года, а может, скажем, там, как на нейрохирурга, либо таракального хирурга занимать и 5,7 лет. То есть, там все-таки время обучения достаточно продолжительное и длительное. Какие еще отличия, если брать не техническую сторону, а, может быть, подходу к пациентам? Есть ли здесь какая-то разница? В целом, надо сказать, что стандарт оказания помощи, протоколы, либо рекомендации, они примерно одинаковые. Особо что у них бросается в глаза сразу, это пациент-ориентированность в их клиниках. То есть, такие мелочи, там, они стараются полотенца свернуть, как в гостинице, специальные вот такие формы. То есть, их направленность в клинике на то, чтобы как можно меньше подчеркивать, что это, собственно, клиника. Чтобы как можно больше такого уюта создать, включая вид из окон. Больницы проектируются тоже. Вот, в частности, нам посчастливилось. Я думаю, удастся все-таки наладить совсем такие близкие связи. Это с центром имени Хансмана, противораковым центром, который, пожалуй, один из самых ведущих в Соединенных Штатах. То есть, он даже спроектирован так, что вид из окон – это на горы. Из каждой палаты очень хороший вид. Огромное количество волонтеров сразу бросилось в глаза. Мы у себя также сейчас тему активно развиваем. Это движение. Но у нас, если, как правило, волонтеры – это студенты медицинского университета, либо нашего колледжа, то у них волонтеры – это все. Начиная от пациентов. То есть, пациент пролечился у них. Например, какой-то локализации рака. Вылечили его. И он считает своей гражданской позицией. Долго, можно сказать. Он приходит в этот госпиталь, беседует тоже с пациентами, которой предстоит операция. Морально поддерживает. Говорит, вот я такой же болезнью болел, я излечился, и у вас все будет хорошо. Поддержка идет очень такая нужная и действующие, нужные слова находят. Потому что реально, конечно, этот диагноз страшен для большинства пациентов. Они такие же, как у нас. Также тоже неприятный диагноз. Затем его родственники также потом идут. То есть, там все вот эти направления, где не нужен медицинское образование, практически все занимает волонтерством. Там огромное количество, вот в штате Юта, например, 25 тысяч волонтеров. И там, чтобы попасть волонтерам в клинику, полгода надо еще ждать. То есть, там очередь, чтобы даже иметь возможность помогать людям, надо выстоять определенную очередь. То есть, это считается престижным и это считается обязательным. То есть, никто не считает, что он даже сделал что-то хорошее, пойдя работать в клинику волонтера. Он считает, что он делает то, что должен делать. Каких договоренностей уже удалось достичь в рамках вашей поездки по итогам? Все, что задумалось, даже более того, по многим направлениям нашей деятельности, есть договоренность. Прежде всего, по медицинской, по образовательной деятельности. То те усилия, которые мы тратим на обучение и подготовку наших специалистов, как для своей клиники, так и для других направлений. В частности, наши студенческие занятия по Витлабу, по кадаверному циклу вызвали реально большой интерес. И все американцы, кому мы рассказывали о том, как у нас глубоко изучается хирургическое, прежде всего, направление, изъявили желание приехать, посмотреть и расспрашивали. Все это подтверждали мы фотографиями, чтобы не голословно были. Они реально были удивлены. По центру имени Хансмана уже сейчас мы формируем команду, которая посетит. Скорее всего, это будет февраль, если раньше не успеет. Не у всех, к сожалению, визы будут до того времени. Сейчас это, в принципе, тоже определенную проблему представляет. Поедут туда, вот уже договорено, это будет и гематолог, реаниматолог, хирург. В частности, тоже по трансплантации печени планируем посетить центр. И ковректальный хирург, и, скорее всего, кардиолог. То есть, это будет уже такая многоплановая команда. Это стажировка. Ключевые. Да. Но пока нельзя говорить о полноценной стажировке, скажем, месяц, два или три. Это, скорее всего, будет такая не очень продолжительная. Порядка двух-трех недель. Ну да, можно назвать это мини-стажировкой. И затем мы, конечно, ждем уже делегацию докторов и тех, кто занимается образованием. Уже к нам в гости. И следующим этапом, может быть, даже в эту же одну поездку, да, если удастся совместить, так же планируем и Бостон посетить. Включая там и гарвардские клиники ведущие. Опять же, по совершенно различным нозологиям. Но пока мы сейчас, в общем, нащупываем вот те клиники, те точки, которые действительно будут заинтересованы в том числе и к нам приезжать. И нам тоже есть что показать. Вот. И которые будут заинтересованы в этом. Есть ли какой-то опыт, который вы уже сейчас по итогам поездки внедряете в ОКБ? Да, конечно. Конечно. Это, опять же, я говорю, помимо хирургических, потому что там посчастливилось мне посмотреть не только, скажем, менеджмент, да, организацию управления всеми этими клиниками. Потому что там он, в принципе, можно сказать, существенно отличается от нашего. Но и удалось посмотреть и хирургию как таковой, как они относятся. Потому что мы достаточно плотно изучали японскую школу, европейскую школу. Но вот именно с американской школой так близко не удалось познакомиться. Вот сейчас будем изучать, прежде всего, прикладную отрасль. Обязательно наладим телемедицину. Потому что вот этот центр, в том числе имени Хансмана, там просто крупнейшая лаборатория обладает. И там, по сути, сугубо персонифицированный подход. То есть каждый пациент, скажем, страдающий раком, делается генетический анализ. На глубоком уровне изучается вот эта структура опухоли. И уже вся медикаментозная терапия подбирается именно с учетом вот этого. То есть у них более глубокий акцент идет именно на медикаментозную терапию. Если там в Европе у нас это на хирургию, больше, кстати, я считаю абсолютно правильно. Потому что хирургия при лечении рака, ну практически большинство локализаций, это, конечно, самое главное для получения более достойного результата. То там все-таки более активно применяется именно медикаментозная химиотерапия, и таргентная терапия. Практически каждому пациенту подбирается своя схема лечения. Основана вот на этом глубоком анализе. Очень крутая, можно так сказать, у них служба, которая гистологическое исследование сделает. И здесь какие-то, я думаю, сомнительные моменты. Мы можем напрямую по телемедицинским мостам, включая, хочется также договориться, трансляции операционные, чтобы мы могли, скажем, видеть то, что у них делается, подключаться к ним. Потому что у них все операции 100% записываются на видеоноситель. Любая операция, даже самая простая, у них фиксируется на видеоноситель. И поэтому очень удобно, особенно для молодых хирургов, не уезжать туда, потому что это достаточно дорого, просто подключаться и смотреть. Дабы разница во времени, здесь как раз нам играет на руку. Потому что это, как правило, в нерабочее время. Пожалуйста, можно просматривать его и обучаться онлайн. Сейчас возможности для обучения настолько широки, что совершенно необязательно ехать в Америку, чтобы чему-то научиться. Спасибо вам большое за интересную беседу. Желаю удачи в реализации всех ваших планов. А нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас был Дмитрий Хубезов. До новых встреч!